Привет всем! С вами Ольга со своим реальным и честным обзором, мои хорошие. Ничего не рекламирую, сразу хочу вам сказать. Ну что, давайте начнем сегодня такой обзорчик на такой бренд Оске. Кое-где нам что-то приходило, попадалось как бы, ну, начну такое вот вступление, а еще маленькое отступление, где-то вступление, это так. Не успела начать записывать свои видео, как что я сделала. Я, конечно же, сразу же заболела. Заболела очень даже нормальненько так, валялась тут. Поэтому лечусь как могу, чтобы делать видео, выпускать. Давайте начнем про Оске. Что мы знаем? Да, это английский, это бренд, всякие награды там зарабатывают. В этом в Англии он очень-очень популярный. Последний, самые у него какие-то инновации, технологии, что дальше. Приходило нам знакомство, с чего началось. Сначала началось все вот с такой масочки. Она называется Ренессанс. Ну, у меня есть она вот в большом уже формате. Вот в такой стеклянной банке, огромной, шикарнейшая. Я сейчас там остатки вам покажу, как они действуют. Мне понравилась как принцип ее. Она вот такая, знаете, как гелевая, как будто бы, с кислотами. Сейчас попробую на лопатку взять. Вот так вот она выглядит. Но что она делает? Это, конечно, после умывания минут на 20. Она, когда ее втираешь в лицо, она греет, прям такое горячо становится лицу. Так интересно, согревающий такой у нее эффект. И, конечно же, отшелушивающий. Туда они всего положили самого хорошего. Вот, посмотрите, такой прям пенится. Я так ее не жалею, еще втираю. И плюс она как-то, знаете, вот на нашем возрастном лице работает как хорошо, что разглаживаются какие-то там морщинки. Все разглаживаешь, потом ее просто смываешь, и все хорошо становится. Вот. Естественно, я ее заказала в большом размере, потому что у меня уже три таких вот малышки банки закончились. Кстати, даже их хватает очень надолго. Мне, наверное, раз на восемь банки точно хватает. Вот, поэтому я ее повторила в большой, называется микро... Нет, это не она же, боже мой, это следующий буду рассказывать. Ренессанс, маска Ренессанс. Вообще шикарная. Здесь в большой банке сколько миллилитров? Ну, 50, наверное, да, 50. Потом все расскажу, что с ценами. Решила также попробовать, так как я люблю всякие отшелушивающие, вот эти скрабы для лица, я их обожаю. Я взяла их микроотшелушивающий бальзам со всякими вкусными ингредиентами. Кому станет интересно, может зайти на сайт, я оставлю ссылочку. Она, понимаете, я читала ее отзывы просто людей. Они что-то там говорили. Вот, что-то там царапается или еще что-то. Нифига, ну не царапается. Пускай они сочиняют. Это бальзамчик. Его просто вот после умывалочки, когда вы там уже умылись. И, конечно, кроме глаз и губ. Вот такая же мягкая-мягкая текстура. Единственное, что не очень удобно, что надо постоянно лазать вот в эту банку. То бишь лопатка должна у вас быть всегда где-то рядышком валяться. Вот, но отшелушивает она вообще замечательно. У нее такие, знаете, частицы, вот не песок, вот что. Песок, мне кажется, если сравнить, это крупновато. То бишь, если бы еще песок, раз в 10 размололи. Просто очень-очень приятно. Я нисколечки не пожалела, что я ее взяла. И зря я, конечно, читала такие отзывы. И была такая, знаете, ну не сильно доверял. Все с ней хорошо. Говорят там 2-3 раза в неделю. Но я иногда ее почаще делаю. Мне она очень нравится. Поэтому, если про меня говорить, то да, да, буду повторять. Потому что после себя она еще, знаете, оставляет, когда ее смываешь, такое ощущение, что уже есть вот не сухая кожа, а наоборот такая, она вся напитанная чем-то. Ладно, с этими умывалками и скрабами мы отходим дальше. Потом у меня уже год уже есть, ну в смысле, это уже за год вторая банка Атоския мист для лица. Это моя настолько вот, я люблю до чего ее, что я еще заказала, вот эта вторая, и еще две новые в запаснике у меня лежат. Помимо того, что здесь чудный, а давайте так вот куда-нибудь тебе, распылитель, просто вот наподобие как у оморовицы, а может быть даже и лучше. Оморовицы, да? Или оморовицы? Ну, не важно. Я сейчас быстренько скажу, что там лежит. Ну, могу на словах сказать. Там есть и витамин С, и неоцинамид, и Q10 какие-то. Что туда только не положили, и его, понимаете, когда брызгаешь, такое ощущение, как будто уже сывороточка есть. Поэтому для тех, кто у нас с жирной кожей, они это оценят. После него можно просто даже кремик, и все. Но я нет. Я еще, конечно, сыворотки свои. Так, нет, я вам все-таки быстренько зачитаю это все дело. Иди-ка сюда. Где, 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 где? Вот что здесь. Это какой-то защитный спрей, который увлажняет, осветляет, освежает. Что там есть у нас? Коэнзимы, витамины С, В3, неоцинамид. Это очень важно. И какие-то расщепленные дрожжи ОЗ. Потом какой-то смицинит и камелия. В общем, там есть все, есть. Оно заживляет кожу, защищает от всяких загрязнений. Но они не рекомендуют ее после кислотных тоников. Знаете, вот если вот тоником кислотным пройтись, а потом этим запшикать. Нет, так не надо делать. Это должно быть на что-то такое нейтральное. Но какой здесь запах стоит, я не знаю. Это моя любимка, я всегда ее буду повторять. Потом, и уже вот сейчас недавно, уже месяц, как я еще набралась каких-то продуктов, про которые я сейчас буду рассказывать. У них есть вот такой тоник. Это с дамасской розой, получается, гидролат. Здесь нет воды в начале. Здесь только все роза дамасская. Ну и, конечно, там пантенолы. Все, чтобы нас успокоить. Пахнет вообще, как будто вы где-то под кустом розовым лежите. Вот. Вообще просто, даже это не шиповник. Понимаете, он не шиповником пахнет, а именно... Ой, какая это вещь. Я что делаю? Раз нам тут сказали, чтобы тот спрей без кислот, после умывания можно пройтись вот этим ватным диском, да, маской розой. А это что там же? И витамин С получается, и как будто для молодости все. А потом я брызгаю вот этот мист, потому что он такая пленочка, у него не пленочка остается, прям чувствуется, что как сыворотка. Вот этих два я использую сразу. Рекомендую обязательно. Давайте сейчас к сывороткам. Я у них взяла... Две раз уже пошла такая, как говорится, пьянка. Я взяла у них две сыворотки. Ох ты, одну я не принесла. Но я вам про нее расскажу. Она осталась у меня в комнате. Первую сыворотку я взяла ретинол. У них есть первый и второй этап. То бишь номер один. Она 0,2% там ретиноидов, а здесь 0,5%. Но помимо этого, здесь еще есть у нас и витамин С, и неоцинамид. Понимаете, что мы раньше, да, с этими ретинолами не знали, куда впихнуть этот витамин С. Потом что говорили, что их нельзя же как-то смешивать. А здесь они все это инкапсулировали, все положили, что все можно в одном шаге, можно сделать все. Я сейчас вам тоже прочитаю про нее. Но она абсолютно не жирная. Я вам сразу скажу, не то, что как на маслах. Так, иди сюда. Вот он пишет. Эффективная сыворотка с ретиноидом, которая влияет на упруглость. Но это ладно, это мы все знаем. Это номер 2, витамин С, Е. Даже есть Д3. Так, что он нежирный. Укрепляет, заживляет, проникает. Все-все везде проникает. Успокаивает кожу. Какие-то их личные ингредиенты. Кью-10. Все сюда положили. Ну что? Она мне нравится. Она не щепучая. Абсолютно не щепучая. И действительно, она такая вот очень-очень быстро впитывается. Вот ее 2-3 капельки на шею. И вот у Томаса Рота сыворотка, она такая вот чуть-чуть жирноватая. А это намазал, и она бац, и впиталась быстренько. Потом кремушком закрыли. И на утро вот как-то хорошо все это выглядит. Вы знаете, нету вот такого же кусачего эффекта, как я называю. Но 0,5-ретинола, вот если на ежедневной основе, там, да, пока сейчас сезон, мне пока все нравится. У меня на нее никаких нету ни аллергии, ни высыхания, ничего. И вторая у меня сыворотка, у них с коллагеном. Просто шикарная. Помимо этого коллагена, там много там, да, как коллаген про 15, он еще с бакучиолом. Блин, не взяла в комнате. Но он такой густенький. Его я днем, конечно же, использую. Интересная формула, очень такая хорошая. И еще у них схватило два кремушка. Один называется, в общем, дневной нутриактив. Дневной. Посмотрите, какие баночки. Шикарные. А второй схватила Ренессанс. 360 градусов. Тоже вот все красивое, но здесь, кстати, по 40 миллилитров. Ну, мне это, в принципе, и радостно, быстрее кончится с моими кремами. У меня их столько. Я их взяла вообще на тест. Что мне понравилось? Дневной крем, да, я использую как дневной. Кстати, по отзывам людей, вот кто вот в письменном виде. Но кто как к этому относится. Но, когда я прочитала действие этих кремов, я взяла же сразу же вот оба два. Давайте я вам скажу, что у нас в 360. Его я сейчас использую, если с ретинолом вечером, да, им закрываю вот эту сыворотку. Почему? Потому что здесь это все антиэйдж у нас, конечно же, осветляющий написано, осветляющий супреме. Так, борется он, конечно, со старостью совсем. Он уменьшает морщины. Все. Здесь у нас витамин С, витамин А, витамин Е, Ф, витамин. Еще геороночки дали. Вот. Написано, можно, конечно, как утром, ну, пишут, но я его закрываю вечером. И мне нравится, что он абсолютно не жирный. Если его намазать, на подушке на вашей ничего не останется, отпечатка вашего красивого лица. Поэтому мне он пока нравится никаких нареканий. Запах у него, ну, такой вот, знаете, вот покажу. Вот такого он текстуры. Запаха нету, обыкновенный такой хороший. Это же как будто бы вся такая веганская, натуральная, как будто бы косметика. Кто любит этого, кому важно это. Я-то, конечно, и химией не брезгую, очень даже уважаю. Но сейчас пробую ее. Это я сказала, что я пока на вечер рекомендую. А этот написано дневной. Дейкрем. Но, послушайте, что они говорят про него. Это дейкрем. Что там есть? Конечно, все деликатно. Опять от морщин антивозрастной, питательные вещества. Здесь все есть какие-то, способствуют, способствуют, что так, сейчас скажу, что витамин также есть там. А, В3, Е, пептиды. Вот, пребиотики, пептиды, геоуронка. И мне что понравилось, я так думаю, что после вот этого ретинола, днем, ну а что, пребиотики, вот это все как будто бы, вот для меня во внутреннем ощущении, оно как будто бы восстанавливает то, что повредило, допустим, ретинольчик. И он немножко поплотнее будет на лице, он чувствуется как-то вот, вроде как дневной, но он какой-то прям очень питательный. Прям, я на него вот честно боюсь наносить косметику, не пробовала. Вот я его мажу тогда, когда знаю, что сегодня я краситься не буду. Но хотя говорят, по отзывам ничто не конфликтует. Вот даже сейчас я намазала, просто такая ровная гладь получилась, все такое. Но пусть работают отдельно вот эти все ингредиенты, восстанавливают после ретинола. Очень жалко, что я забыла в комнате ту сыворотку с коллагеном показать. Тоже вот такая банка большая, но такая зелененькая. Почему я сейчас затеяла этот обзорчик на оске? Да потому что сейчас на полшопе я оставлю ссылку на этот магазин, у кого это доступно и можно купить. Там практически 50% скидки. 48, там еще что-то. Допустим, вот эти... Ах, ты же, мама, дорогая моя! Вот эти две банки, сами по себе они очень дорогие, где-то по 70 или как-то. Но сейчас они там есть в наборе, вот эти две красоточки. Можно купить за 50 что ли евро, две взять. Там сейчас бешеные скидки на этом сайте, на этот бренд, потому что по отдельности брать, конечно, дорого. Там крема 70, 80, 90 евро. Сейчас они по 40. А что, по 40-то не попробовать? Надо пробовать, надо. Но вот этот тоже тоник я как рекомендую, потому что... Дамаская роза! Роза всегда полезна, всем нам полезна, девчонкам. Спрей рекомендую. Я сейчас еще сама залезу на тот сайт. Все-таки еще кое-что возьму на пробу. Это мне точно понравилось. Это у меня же все проверено, все рабочее, все заслуживает вашего внимания. А вы уже решайте сами, мои золотые, брать вам это или нет. Да, тут все натуральное. Помним, да? Ни одно животное не погибло. Ни одна муха, ни один тараканчик. Ничего не пострадало. Только вот они все там сами что-то делают такое. У них очень много наград. У этой оске. Ну, будем пробовать дальше. Я уже месяц ее тестирую. И вы знаете, я пока очень довольна. Хотя вот тоже люблю такие немножко составы более такие химические. Ну, здесь все они как-то так сбалансировали. Классно. Котики мои, буду, наверное, на этом заканчивать свой такой коротенький обзор. Я оставлю эту ссылочку на этот магазин Кулшук. А если вам просто интересно, да, вот, почитать что-то, вот, составчики сами, вот, кто вот любит в этом во всем копаться, конечно, можете найти на других любых сайтах, какие вам ближе и роднее. Ну, вот и все. До скорого, мои золотые. Как всегда, желаю вам кучу радости, счастья, здоровья, здоровья, мои золотые. Люблю вас всех. Скоро с вами опять увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok